Здравствуйте, мои дорогие! Знаете, вот я держу вот эту маленькую книжку, да, я её купила, повторю, в Православной церкви на Пушкинской «Суд за гробные» или «Мыторство преподобной Феодоры». Я только что ставила, видя там шесть частей, кажется, про украинскую бесовщину. Поэтому это мои личные наблюдения, мой личный анализ, моя личная история. Вы можете себе иметь своё личное мнение. Почему я хочу связать? Я сейчас анализирую, вот, что было там в моей жизни, откуда я пришла, где корни вообще мои, что происходит. Думаю, это на злобу дня. Вот здесь вот именно, смотрите, «Мыторство». Я вообще даже не знала, сколько их, что это. Вот такая вот крохотная книжечка. Я очень надеюсь, что вы читали. Я для себя это делаю. Мне очень помогает. Это не просто интересно, мне очень помогает. Я потом сама пересматриваю свои видео. И, вы знаете, ещё больше выстраивается и хронология, и воспоминания, и вот именно мысли в стране, именно мои, мои личные. Смотрите, почему я связываю. Первое, «Мыторство». Во-первых, я хочу сказать. Я православная христианка. Я свято верю вот в десять заповедей, и что нужно их исполнять, и не просто исполнять, а анализировать и думать. И, знаете, если... Это не просто интерес. Если вы просто, если вы свято верите вот, что Иисус Христос вас спаситель, я считаю, этого достаточно, достаточно в том флане, достаточно, вот, вот, я действую во имя, вот, Иисуса Христа. Вот смотрите, сейчас действия на Украине происходят. А что люди там говорят? Украина пона дусе. Вот первое мыторство. Вот смотрите, предстанут, допустим, вот, мы можем предстать перед Господом, вот, в любую минуту. Если кто не верит, значит, если кто-то там верит в другое, вот, там мыторство не верит, а вот если существует, а вот раз, и вы предстанете, и вот первое мыторство, первое мыторство. Разнословие и сквернословие. Я родилась в Одессе, я одесситка, считаю себя одесситкой, мне 52 года, а так получилось, что мои родители бросали меня по всему свету, потом я продолжила, так сказать, традицию, и вот меня всё время так тянуло-тянуло, и вот, знаете, вот впечатление, что вот, как у кошки семь жизней, такие у меня тысяча рассказов из моей личной жизни. Так вот, насчёт сквернословия и празднословия, что мы, люди, что мы говорим, что мы, к чему мы призываем, с какими словами мы идём, вот, допустим, там, умирать, или, или вот, предстанем перед Господом. Ведь Новый Завет, ну, всем христианам, всем христианам, все, кто себя называет христианам, это, в первую очередь, Новый Завет. Вот, Новый Завет, именно Новый Завет. Если изучили Новый Завет, пожалуйста, изучайте Ветхий Завет. Вообще, я вам не указ, изучайте, что хотите, вот, только крылья берегите, душу свою берегите, смотрите, что я выписала. Ой, празднословия и сквернословия! До шести лет, насколько я помню, вернее, я сквернословия вообще не помню, сквернословия, где я увидела в собственной семье, когда вот меня мать перевезла в шесть лет из Террасполя, бежала, именно бежала, скрывалась, предательски скрывалась, подло. Считаю, что имею право так сказать, потому что мной, мной прикрывались, мною свою, свою ложь. И куда я попала? Я попала к дедушке, ну, вот, в семью, где мы бабушка и дедушка жили. Бабушка, сквернословила ли она? Да, в экстремальных ситуациях. Да, я видела, я слышала. Я шести лет услышала всё это. Что я увидела в шесть лет? Внутри вот стен своего дома, куда меня бросила не судьба, а мама родная. А папа всё знал. Папа знал. Он, папа, не скрывай это вот, и всё это знал, потому что ты целый год жил в этой квартире, и ты всё видел, что происходит. Ты всю нашу подноготную знаешь, даже знал больше, чем... Вот я узнала это только вот сейчас. Смотрите, дедушка стоила уже, вот, с шести до шест... До двенадцати шесть лет, что передо мной вот я видела. Курил он, это не то слово. Вот, ну, у нас же мытарство, празднословие и сквернословие. Сквернословие, это было вот сто грамм, и всё, и дедушка всё переклинивала. Я ложилась спать, я понятия не имела, будет ли ночь спокойно. Вот как... Ну, это была война на полном серьёзе. Вот то, что мои воспоминания, вот, шесть лет началась война, вот, для меня лично реальная, потому что среди ночи мог начаться истерический крик бабушки с оторванными волосами, потому что дедушка где-то нашёл алкоголь и так сквернословил. Это просто вам не передать. Поэтому я говорю, алкоголь... Вот, мама знала, что она выходила замуж за алкоголика, она употребляла алкоголь, но есть украинская такая очень интересная черта – скрывать. Я? Ну, что вы? Так вот, я говорю, я вот как в двух капитанах, я имею право это сказать. Это всё творилось перед моим носом. Это не я не придумала. Это было именно в доме, куда меня бросила привезла моя мама, и отец всё знал. И бабушка, дедушка знали. И все знали, какой вред, какой ужас приносит алкоголь. Все матерные слова, которые только, наверное, существуют, плюс проклятие в адрес моей бабушки, я всё это... Не только в... И в адрес моего дяди, который на 11 лет сташе. С 6 лет до 12, вот пока дедушка не отошёл на тот свет, он не просто отошёл. Он... Он лёг... И я это потом ещё, в другое мыторство. Он совершил самоубийство над собой. Медленно, и всё. Он отказался от еды. Это потом. Вот насчёт сквернословия я уже сказала. Откуда я сквернословия? Из семьи родной. С 6 лет. Да, пожалуйста. А во дворе, когда бегала, с 6 лет меня же никуда, меня в садик не записали. В садике в Тирасполе никто не сквернословил. Не помню ни одного. Помню песенки, помню красивые костюмчики в Молдавии. Вот. И ни одного сквернословия я в Молдавии не изучила. Потому что я вот с 3,5 до 6 жила в Тирасполе. С 6 лет в Одессе всё это я увидела и на улицах, и в собственном доме. Так, сейчас расскажу. Это было сквернословие, а теперь сейчас расскажу за празднословие, потому что это всё первое мытарство, где я увидела, вот, и сейчас про празднословие. Субтитры создавал DimaTorzok,